Перед вами очень интересная могила. Интересно она и тем, кто в ней лежит, и надписью на плите. Не пытайся. Весьма ободряющее напутствие, согласитесь. Особенно для могильной плиты. И можно предположить, что здесь похоронен человек, чья жизнь прошла впустую, и чьи старания так ни к чему и не привели. И вот тут мы натыкаемся на парадокс. Потому что могила принадлежит известному писателю с мировым именем, чья жизнь прошла под девизом «Пытайся». Делай, что делаешь, гни свою линию, и успех не заставит ждать. Его звали Чарльз Буковский. Писательский успех пришел к Буковске только в возрасте 50 лет. В том возрасте, когда писателя трудно как бы назвать подающим надежды. Правда? Особенно если этот писатель, по его же показаниям, пьяница и неудачник. И долгие годы до того, как удача ему все-таки улыбнулась, Буковский терпеливо писал. Собирая стопки писем с отказами от издательств, урывая время в перерывах между ночными сменами на почте, где он работал сортировщиком писем, и дописался до того, что его романы начали расходиться по всему миру. И Буковский, в духе голливудских историй «Из грязи в князе», сколотил на своем таланте внушительное состояние. И человек с подобной судьбой не нашел ничего лучше для эпитафии, кроме как «Не пытайся». Мужик явно не годился на роль мотивационного коуча. «Не пытайся». Почему не пытайся? А как же стремись к совершенству и урви себе задницу? Как же вот эти простые, понятные нам истины? Ничего себе, загадочка. И разгадать нам ее помогут коты. Буковский недолюбливал людей, но зато обожал кошек. «Когда вокруг куча котов, это хорошо. Если тебе хреново, поглядишь на котов и сразу полегчает. Потому что они знают все как есть. Просто как есть. Чего тут дергаться?» Писал Буковский. Так вот, о кошках. Случалось ли вам когда-нибудь выманивать кошку из-под дивана? Ченек, ну может пора уже на выход, а? Пойдем. Чунька. Чунь, ну поговори хоть со мной. Тогда вы в курсе, что никакие внушения, угрозы или подкуп на нее не действуют. Пойдем, я тебя поглажу, вот так вот буду гладить. Вот так. Соблазнительно? И вы только зря потеряете время. Но стоит плюнуть на это неблагодарное животное и заняться своими делами, и кошак объявится, как ни в чем не бывало. Подойдет и устроится у вас на коленях. Но это ладно. Я могу привести еще десятки примеров, когда не стараться эффективнее, чем стараться. Это Вова. Вове нравится Кате. И он заваливает ее тонны сообщений. По три раза в день зовет на свидание, дежурит у подъезда с цветами. А потом удивляется, почему же ему так не везет с девушками. Возможно, конечно, все дело в Вовином парикмахере. Возможно. Возможно. Он просто не знает один из главных секретов вселенной, который, как водится, совсем не секрет и у всех на виду. Одним из первых до него допер древний китайский Бенджамин Баттон. Некий полурегендарный мудрец по имени Лао Цзю, который, как гласит предание, предпочел сразу родиться стариком. Знакомьтесь, если еще не знакомы. Лао Цзю смекнул, что все во вселенной подчиняется некой невидимой, все пронизывающей силе. И вся фишка в том, чтобы жить в согласии с этой силой. Назвал он ее Дао, что буквально означает путь. Дао часто представляют в виде реки. И человеку рекомендуется не возбухать, расслабиться и позволить реке саму нести его туда, куда она сочтет нужным. Я в реке. Пускай река сама несет меня. Наши люди слышат, значит, плыть по течению и сразу клемят философию дао-сизма как упадническую фатристичную. На деле все, конечно, совсем не так. Позволить течению Дао нести тебя, наоборот, абсолютно жизнелюбивый и позитивный подход. Это значит быть в гармонии с миром, чувствовать ветер перемен, течение обстоятельств и не вступать с ними в изнурительную и бессмысленную борьбу, а уметь обернуть их в свою пользу. Скажем, тебя зовут Минзе. В конце 2019 года ты открываешь ловчонку для торговли деликатесом шашлычками из летучих мышей. Но вот по какой-то непонятной причине бизнес-идея не оправдывает себя и твоя продукция не пользуется спросом. Ты, конечно, можешь продолжить упорствовать, тратиться на рекламу, идти на всяческие ухищрения, не желая замечать новую реальность, где твои жареные мыши никому и в задницу не уперлись. Это значило бы идти против Дао. Что в случае бедняги Минзе означало бы отдаться течению Дао? Расстаться с мечтой о собственном деле, вернуться в родную деревню посмешищем и недотепой? Как бы не так. Следует, подобно серфингисту, оседлать волну. Не пытаться пригладить океан или делать вид, что никаких волны в помине нет, но позволить волне подхватить тебя, утилизировать ее энергию под свои цели. Например, можно начать сбывать своих мышек в научной лаборатории. Но чтобы стать с волной одним целым, нужно уметь чувствовать океан, жить в согласии с Дао. И не спрашивайте меня, что такое Дао. Ничего вразумительного я вам все равно не скажу. Потому что Дао находится за территорией ума и словесных построений. Как писал Лао Цзи, Дао, выраженное словами, не есть вечное Дао. Ой, как удобно. Хотите анекдот? Одна рыбка подплывает к другой и говорит. Я не понимаю, о чем ты тут постоянно рассказываешь. Что значит везде и всюду, и даже в нас самих? Я ничего такого не наблюдаю. Какой еще к черту океан? Дао – это то, как оно все есть. Посмотрите, как оно все есть в мире, в тех заповедниках, куда еще не приперся человек со своей бухгалтерией и бюрократией. Какое оно? Оно спонтанное, гибкое, текучее. И если ты хочешь обрести самого могущественного союзника из возможных, будь таким же гибким и спонтанным. Спонтанность. Спонтанность – это умение взаимодействовать с реальностью и здесь, и сейчас. Помните, мы уже касались этого понятия в ролике про транзактный анализ. Иногда реакция человека на ситуацию приходит не из текущего момента, где он взрослый и уверенный в себе личность, а из прошлого, от лица испуганного, хныкающего ребенка. Когда-то другие дети не взяли его в свою компанию играть, и вообще смеялись над ним и называли дураком, и вот он теперь стоит и не решается подойти познакомиться с девушкой, потому что внутренний ребенок истошно сигнализирует, что попытка обернется катастрофой, и все закончится, как в прошлый раз. Быть спонтанным в этом случае значит принять решение с позиции взрослого, чьи действия не обусловлены нерелевантными страшилками прошлого. А вообще, не спонтанный поступок – это любое решение, которое было подвергнуто тщательному анализу вашим внутренним контролером, который выступает медлительным и въедливым посредником между вами и реальностью, из-за чего весь процесс безнадежно буксует. Спонтанность – это как раз то, что мы любим в хорошей актерской игре, в душевных ночных разговорах, в детской непосредственности. Так что мы все когда-то были абсолютно спонтанными, но пройдя через горнила социализации и оккультурования, почти утратили эту способность. Не спонтанный не значит плохой. Некоторые вещи стоит делать только после тщательных раздумий, например, подписывать договор. Но когда все наши действия становятся не спонтанными, жизнь потихоньку превращается в кошмар. Если перед каждым шагом вы будете взвешивать все за и против, критически осматривать себя со стороны, думать, что сказала бы на это ваша мама, вы вообще не сдвинетесь с места. И такая зацикленность на аналитическом мышлении – не повод для гордости. Часто это лишь отражение тревожности и неуверенности в себе. Вдобавок, если вы не дадите быть себе спонтанным в том, что должно происходить само по себе, естественно и легко, окружающим ваши действия покажутся натянутыми и фальшивыми, и вам никто не поверит. Попробуйте-ка продуманно и контролируемо улыбнуться. Вы получите зловещий оскал, а в лучшем случае – гримасу побитой собаки. Чтобы улыбка состоялась как надо, внутренний контролер не должен вмешиваться в процесс, пытаясь как-то добавить искренности и задушевности. Его потуги приведут лишь к обратному эффекту. Еще один отличный пример исключительно спонтанной активности – юмор. Например, остроумный ответ на чью-то колкость. Вы всегда такой быстрый, да, Говард? В некоторых вещах – да, а в некоторых я предпочитаю не торопиться, если вы понимаете, о чем я. Я вообще не понимаю, о чем вы, о чем же вы. Почему-то я даже в этом не сомневался. Если вы хоть на секунду задумаетесь о как бы смешнее парировать, то все, вы проиграли. Ваша шутка потеряет всю свою взрывную начинку. Ваш ответ должен следовать так же, произвольно и беспрепятственно, как звук следует за хлопком ладони, или всплеск воды за броском камня в воду. Обратите внимание, спонтанно не значит обязательно быстро. Если вы постараетесь нарочно ускорить свой ответ, упс, вы снова проиграете. Речь, свободная, уверенная, образная речь не может не быть спонтанной, знаю, на собственной шкуре. Во время стримов, кстати, ближайший стрим состоится в нашем телеграм-канале, да и вообще там, мягко говоря, хорошо и интересно. Так что если вы захотите вдруг подписаться, то я вас пойму и не стану отговаривать. Ссылку я спрятал под ковриком в описании к видео. Так вот. На стримах у меня порой получается разойтись, разговориться, нащупать нужные слова, и в этот момент внутренний надзиратель убаюкивается и засыпает. И я забываю о том, кто я и где я, но бывает, в самый разгар выступления мой взгляд нет-нет да скользнет по счетчику просмотров, и я увижу, сколько человек меня смотрит и представлю, как бы выглядела такая толпень, соберись она у меня в комнате. И тут внутренний контролер очухивается и начинает истошно вопить. Божечки, сколько людей-то. А ну-ка, а ну-ка соберись, разговаривай умнее, интереснее, улыбайся. Обаятельней улыбайся, обаятельней, сука. И понятно, что в такую секунду я забываю, о чем говорил, теряю мысль, начинаю бегать, мякать. Внутренний контролер в ужасе хватается за голову и вопит. А-а-а-а, все пропало. Занавес. Обаяние. Самые обаятельные люди, это те, которые не пытаются никому понравиться и как будто даже не знают о своем обаянии. Они просто ходят, разговаривают, улыбаются. Да, возможно, они долгие годы ставили дикцию, голос, учились хорошим манером и исчерпали остроумие в книгах. Быть спонтанным, это не значит как-то так. Хотя это тоже. Но еще и так. Просто некоторые люди настолько хорошо владели навыками, которые составляют их обаятельность, что эти навыки стали их природой. И все, что от них сейчас требуется, это как бы банально не прозвучало, просто быть собой. Не пытаясь как-то искусственно себя приукрашивать. А теперь представьте человека, который стремится изо всех сил кому-то понравиться. Или быть искрометно староумным. И а, как мы это назовем? Жалкий зверь. Обратный эффект. Вот все, чего он добьется. Да, самый спонтанный из людей – это, конечно, не спорченные науками дети. Да, образование во многом сковывает эту природную гибкость ума. Но только, пожалуйста, прошу вас, не надо теперь повально бросать школы и университеты. Потому что высшее мастерство – это приобретенные навыки, помноженные на спонтанность. И я хочу предложить вам овладеть мастерством тестирования программного обеспечения и окунуться в сферу IT. Почему? Да потому что пока вузы продолжают как на конвейере множить абстрактных юристов, на рынке есть совершенно конкретный спрос. Ну, сами посмотрите. Сколько сейчас сайтов, игр, приложений и все это нужно обязательно тестировать. И именно вы можете стать тем самым героем, который возьмет этот растущий спрос на себя. За это вас ждет щедрое вознаграждение. Средняя зарплата тестировщика составляет 120 тысяч рублей и растет с развитием ваших навыков. Решив я выучиться на тестировщика, на какие моменты я бы обратил внимание? Ну, во-первых, чтобы курс учитывал, что я в программировании не бум-бум. Во-вторых, всегда есть опасения, что напичкают теории, а с практикой это уж, братан, как-нибудь сам. Вот, например, в SkillFactory есть курс тестировщик с автоматизацией на Python. Ну и что? Да то, что именно этот курс ориентирован на новичков. Для старта достаточно быть обычным пользователем ПК. Это раз. Курс на 80% состоит из практики. Вы получите минимум ненужной воды, зато отлично отработаете навыки. Это два. У школы отличные отзывы и карьерный центр, который помогает составить резюме и подготовиться к собеседованию. Это три. А вишенка на торте это скидка 45% по промокоду ЧД. Переходите по ссылке в описании, вбивайте промокод и осваивайте мастерство Python-тестировщика. Чунёк, тебе не надоело? Чунь, иди ко мне. Ну ты чё, пойдём. Чуня. Это чё такое? Я был послан? Ужасно неприятно. Итак, мы остановились на том, что порой усердствуя в чём-то, можно получить противоположный результат. В психологии это зовётся законом обратного действия. Ты стремишься к одному, например, удержать рядом любимого или любимую, но в итоге делаешь только хуже, и твои отношения рушатся быстрее, чем карточный домик. Ещё пример. Если у тебя не получается уснуть, а тебе завтра рано вставать и нужно непременно выспаться, любая попытка заставить себя спать только усугубит ситуацию. И чем больше ты будешь стараться, тем сильнее твой мозг будет разъедать бессонница. И сейчас вы услышите гениальный, не побоюсь этого слова, в своей простоте совет, как с этим справиться. Сначала выясним, почему же так происходит. Да потому что желание непременно достичь чего-нибудь идёт рука об руку со страхом упустить это. Если вы хотите поскорее уснуть, значит вы боитесь не уснуть, и в вашем сердце уже гнездится тревога, которая и отгоняет сон. Вы пытаетесь отключиться, у вас не выходит, тревога обостряется, желание спать пропадает окончательно. Если коротко, вы беспокоитесь, что всё пойдёт не по плану, и из-за этого всё идёт не по плану. Образуется замкнутый круг. Как же сделать так, чтобы всё шло по плану? Реальность, как уже стало ясно, мы не в силах подогнать под наш план. Значит, мы подгоним план под реальность. Нам не спится? Прекрасно. Теперь это и есть наша цель. Не спать. Психиатр и психолог Виктор Франкл, основатель логотерапии, назвал эту психологическую уловку парадоксальной интенцией. Если вы решите, что ваша цель бодрствует до утра, можно, например, представить, что вы на посту, и вам ни за что на свете нельзя смыкать глаз. Вдруг окажется, что всё идёт по плану. Вы действительно не спите. Замкнутый круг размыкается. Следом самоустраняется тревога, ведь теперь причин беспокоиться нет, всё же под вашим контролем. Наступает успокоение, за которым незаметно для вас, скорее всего, придёт и сон. Техника парадоксальной интенции может помогать и с другими проблемами, в корне которых лежит тревога, что что-то пойдёт не так. Или, иначе говоря, тревога предвосхищения. Саша, разговаривая с людьми, постоянно краснеет. Начиная беседу, она уже крутит в голове мысль. Главное не раскраснеться. Главное не раскраснеться. И в итоге наливается, как спелая помидорка. Что же делать с Сашей? В следующий раз, подходя к человеку с разговором, Саша должна изо всех сил захотеть раскраснеться. Покраснеть, как никогда раньше никто не краснел на всём белом свете. Как запрещающий сигнал светофора. Как душа коммуниста, чтобы её собеседник успел подумать про себя. Всё, блядь, я вызываю скорую. И в какой-то момент, почувствовав, что всё идёт сообразно намеченному плану, Саша, возможно, даже внутренне посмеётся над своим пылающим обличьем. И проклятие спадёт. И наша героиня, наконец, приобретёт более пастельные тона. Лао Цзи был бы просто без ума от парадоксальной интенции. Ведь это на 100% перевоплощение центрального принципа даусизма. Под названием Уэй. Что дословно переводится как «недействие». Почему бы просто не перевести как «бездействие», а? Почему эти понты? Да потому что это не одно и то же. Бездействие – это как раз значит плыть по течению в западном смысле слова. То есть быть инертным, мешком с дерьмом. А «недействие» означает позволить течению нести тебя, уметь приручить его и обернуть в своего союзника. Не насиловать себя энергозатратными и малоэффективными усилиями, а приложить силу так точно и направленно, что обстоятельства сами сложатся в твою пользу. Ведь для решения множества проблем требуется лишь одно – перестать их решать. Более точная метафора для дау, на мой взгляд, это не течение, а ветер. Потому что ветер, в отличие от течения реки, оставляет право выбора направления за нами. Да, ты можешь, конечно, навалиться на весла, закусить губу и через боль и отвращение влачить себя к обетованному берегу, который, по слухам, где-то там предусмотрен. И более того, быть вполне довольным избранным путем и верить, что только хорошенько помучившись, можно заслужить счастье. А можно срезать путь. Подойти к задаче творчески и находчиво – установить парус, чтобы дау подхватила твой корабль. При должной смекалке тебе ничто не помешает идти даже против ветра. Нужно только встать к нему под правильным углом и двигаться не в тупую в лоб, а искусно лавировать зигзагом. И более красноречивый пример принципа Уэй, если честно, трудно представить. Без труда не выловишь рыбки из пруда. И прочая хрень, которую мы привыкли слышать с детства, и которая правдива лишь в половине случаев. Действительно, чтобы научиться ходить против ветра с помощью ветра и стать мастеровитым шкипером, придется приложить немало усилий. Но фокус в том, что в мире есть миллиарды вещей, в которых прилагать усилия, давить, упорствовать – не просто глупо, но даже вредно. Но мы, дети западной культуры, не знаем иной правды, кроме как подналечь, поднажать, поднапрячься и, наконец, выгореть. Хотите еще анекдот? По пустыне идет рыцарь. Мучительно хочет пить. Вдруг видит – впереди оазис с прозрачным озером, а на берегу – страшный дракон. Рыцарь выхватывает меч и с воинствующим кличем бросается на дракона. И начинают они биться не на жизнь, а на смерть, да так, что земля дрожит. День бьются, два бьются, на третий день оба искалеченные полуживые, а бессилиев падают на землю. Дракон косится на рыцаря единственным уцелевшим глазом и спрашивает. Мужик, а ты чего хотел-то? Попить хотел. Ну, так пил бы. Итак, у нас во всем. Если битый час не получается закончить проект по учебе или работе, мы видим решение только в том, чтобы махнуть чашечку кофе и еще сильнее сосредоточиться. Даже не предполагая, что, возможно, в этой ситуации требуется диаметрально противоположный подход – расфокусироваться, встать и пойти погулять. Или, на языке даусизма, проявить Уэй. Ну, вы же сами не раз замечали – самые неожиданные обходные пути появляются как раз тогда, когда вы не сфокусированы на проблеме – в душе, на прогулке, в состоянии дремоты. Все благодаря тому, что в момент отдыха и расфокусировки мозг впадает в режим пассивной работы и ведет себя довольно спонтанно. Между собой начинают переговариваться нейроны, которые до этого обычно не общались. И вот Архимед уже орет из ванны свое коронное «Эврика! Эврика! Архимед, блять, полотенце! Полотенце!» Где еще не действие играет решающую роль? Да везде. В состоянии потока. Поток мы уже обсуждали в одном из прошлых видео. Это то самое состояние, когда у тебя все получается, потому что ты не пытаешься контролировать то, что не нуждается в контроле. Твой навык в определенном деле находится на достаточно высоком уровне, чтобы ты мог отпустить себя. Позволить процессу как будто самому струится сквозь тебя. Сюда относится всякого рода импровизация. Что у музыкантов, что у спортсменов, да даже твой тост на дне рождения, который всех так растрогал. Тренировка мышц. Мышцы, как известно, растут не в спортзале под штангой, а дома на кроватке. И чтобы получить результат, необходимо с умом сочетать тренировки и отдых. Продажи. Вряд ли вы купите товар, с которым за вами бегают по пятам и уламывают приобрести. Но стоит только добавить к ценнику приписку не больше трех штук в одни руки. Отдых. Нельзя через силу отдохнуть или заставить себя хорошенько повеселиться. Вообще, конечно, странно, но кажется, мы разучились отдыхать. А помните, как было здорово раньше? Пришел из школы, запустил игрушку на компьютере и ничего выдумывать не надо. Многие справедливо заметят, что с системными требованиями современных игр хрен поиграешь. А что, если я вам скажу, что вы можете запускать популярные игры с крутейшей графикой на любом железе? Подойдет даже какой-нибудь старенький слабенький рабочий компьютер? Не верите? Тогда ознакомьтесь. Сервис облачного гейминга MyGamesCloud. Все, что понадобится для погружения в виртуальную реальность, это браузер Google Chrome и интернет. Но, как говорят ведущие магазинов на диване, и это еще не все. У MyGamesCloud также есть Android-приложение для запуска игры на телефоне. Можно играть в топовые ПК-игры, даже если тебя выгнали из дома. На MyGamesCloud доступна широчайшая библиотека игр из самого популярного лаунчера. Вот только некоторые из них. В описании я оставил ссылку на сервис. Переходите, регистрируйтесь и играйте на максималках. Счастье. Исследования показывают, что чем больше человек озадачен вопросом личного благополучия, чем больше он стремится стать счастливым, тем не просто у него меньше шансов преуспеть в этом, но даже выше шанс ловить депрессию. Снова старый добрый закон обратного действия. Вспомните себя в детстве. Неужели хоть кто-то испытывал нехватку счастья и желание стать посильнее и счастливым? Нет. Нет. Примерно до тех пор, пока мы не узнали о слове счастье и обязательных критериях, которые стоят за ним, которым мы, увы и ах, пока не соответствуем. И вот мы начинаем свое долгое и многострадальное восхождение к счастью. Но только вот счастье, этакая скотина, все никак не приходит и не приходит. Прям как кошка. Правда? И наша жизнь кажется нам неполноценной. Мы себе какими-то ущербными. Дело же в том, что все это долгое время твой фокус внимания был смещен с настоящего на будущее. А единственный момент, когда счастье возможно, это сейчас. То есть получается, оно-то может быть и приходило, но тебя там не было. И вот мы с маниакальным беспокойством ощупываем себя. Я счастлив? А теперь счастлив? А теперь? И ответ, конечно же, неизменно будет нет. Потому что счастливые люди таким вопросом не задаются вообще. Как спящие люди не беспокоятся о том, спят ли они. Получается, только перестав стремиться к счастью, можно стать счастливым. В отношениях. Любой твой шаг на встрече потенциальному партнеру, например, комплимент или другой знак внимания, отзывается в его мозге нейрохимическим вознаграждением. Если же ты просто начнешь бегать за понравившейся девушкой или парнем, в какой-то момент его или ее мозг привыкнет к твоим ухаживаниям. Они перестанут быть желаемыми и станут навязчивыми. Секрет в том, чтобы уметь удивить его или мозг. Приглашаешь на первое свидание, на второе. А потом инсценируешь смерть и объявляешься только через год на ее свадьбе в костюме Джека Воробья и со связкой бананов. Уверяю, она будет удивлена. Ладно, не до таких крайностей. Фокус в том, чтобы не форсировать естественный процесс, не пытаться сблизиться любой ценой, но позволить случаться и отдалению, если так хочет Дао. Так вы создадите эффект переменного вознаграждения. Еще Скиннер и его голуби показали, что непредсказуемое удовольствие привлекает нас гораздо сильнее награды по расписанию. Когда дофаминовый укол должен вот-вот произойти, но его все нет и нет и неясно, будет ли, оно вообще должен быть. Но не факт. Именно на принципе переменного вознаграждения и работают соцсети и игровые автоматы. Так что вы можете представить сокрушительность оружия, которое я вкладываю в ваши руки. Хотя ладно, какое это оружие, я вас умоляю. Это, знаете, просто естественный путь начала отношения в обществе, не отравленном идеями быдла пикапа. Вот это, знаете, пришел, взял за руку, увел, говорит нет, имеют в виду, да. Люди, понимаете, присматриваются друг к другу, сближаются, потом боятся показаться навязчивыми или просто стесняются, поэтому отдаляются на какое-то время. И так непроизвольно, чередуясь сближения и отдаления, они продолжают двигаться в этом причудливом танце. Господи, как же это прекрасно. Прекрасно, потому что вся вселенная исполняет точно этот же танец, рождая разницу потенциалов плюс и минус лишь для того, чтобы все закрутилось и завертелось. Задумайтесь, любое явление во вселенной – это набор крошечных «да» и «нет». И если рассматривать нашу реальность как поток информации, то все можно выразить в виде двоичного кода, где единица – это присутствие, ноль – отсутствие, единица – полнота, ноль – пустота, единица – ян, а ноль – инь. Ян – это нечто активное, упорядоченное, светлое, инь – пассивное, хаотичное, темное. И одно постоянно перетекает в другое и немыслимо без своей противоположности. День – в ночь, сила – в слабость, звук в тишину и вся беда в том, что мы слишком полагаемся на ян и пренебрегаем инь. И поэтому мы в разладе с Дао. Нашим жизням так не достает покоя, мягкой темноты. Пауз. Мы форсируем то, что должно рождаться естественно и непринужденно. Мы контролируем то, что не нуждается в контроле. Мы слишком зациклены на результате. И это разваливает весь процесс. Мы постоянно собираемся на войну с миром, не понимая, что мир остается нашим врагом лишь до тех пор, пока мы сами в это верим. И если вам нравится играть в бой с драконом, то, пожалуйста, наслаждайтесь. Это ваш выбор. Но задумайтесь. Возможно, подлинная победа не в том, чтобы сломить и одержать дракона вверх, а в том, чтобы приручить его. И мы чертовски, катастрофически, непростительно много пытаемся. И теперь финальное послание миру Чарльза Буковски уже не кажется таким безумным. Верно? Да, Буковский был пьяницей и неудачником с нелегкой судьбой. Именно об этом он писал в своих книгах, не пытаясь казаться кем-то другим. И именно таким его полюбили читатели. В одном из писем Буковский, рассуждая на тему творчества, пишет. Меня спрашивают, что вы делаете? Как вы пишете, создаете? Не пытайся. Это очень важно. Не пытайся. Не ради кадиллаков, не ради творения или бессмертия. Ты ждешь. Если ничего не происходит, ждешь еще немного. Это как смуха на стене. Ты ждешь, когда она к тебе спустится. И когда она окажется достаточно близко, остается просто прихлопнуть ее. Ну или если она тебе понравится, можешь сделать ее своим питомцем. Лао Цзы, улыбаясь усами, кивает головой. Худшее, что ты можешь сделать, занимаясь творчеством, это пытаться быть творческим. Отдыхая, пытаться веселиться. Пытаться быть счастливым. Пытаться дышать. Пытаться уснуть. Остановитесь. Вы уже прибыли. Куда вы так отчаянно стремились попасть? Вы уже здесь. И вообще-то вы всегда здесь были. А ваша лучшая идея и ваша любовь и долгожданный сон тоже придут. Главное, не спугните их. И вот вы слышите чьи-то мягкие шаги по комнате. Замечаете еле уловимые движения в темноте? Ближе, еще ближе, на расстоянии вытянутой руки. И вселенная, как большая черная кошка, уже сворачивается у вас на груди и мурчит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова